Здравствуйте! Меня зовут Бабенко Андрей и сегодня я вам расскажу о тренажерах для отработки ударов с вращением. Самый сложный шаг это шаг отделяющий нас от привычного, как писал Генри Митлер. Как выглядит этот тренажер? Это такая гибкая палка, закрепленная под углом. Видите, угол у нее достаточно острый. Я закрепил это на резиновой такой бабочке, которая у меня была просто-напросто. Вы можете соединить любой гибкой связью, в принципе. Тут очень важно, чтобы у нас проделся этот тренажер сквозь налокотник, сквозь ремешок и проходил через колечко. Второй тренажер. Второй выглядит вот так вот, да. То есть у нас здесь подвижный, любится. Сейчас я покажу как он выглядит на мне. Одевается он очень легко. Лучше одевать, конечно, с помощником. Вот, в общем-то, и все. Тут важно, чтобы у нас вот эта часть подходила под локт, чтобы мы могли тренажер двигать локтем, да, оставляя на расстоянии движение. Теперь мы возьмем ракетку и покажем, как примерно выполняется движение, да. То есть все удары с вращением можно отрабатывать на этом тренажере и даже удары без вращения. Сейчас я это покажу. Итак, смотрите, да, то есть мы делали обычный замах, делаем движение. Ну, начнем, например, с удара Федерелла, да. Что мы делаем, да, то есть что делает Федерелла? Он начинает разворачивать корпус, да, у меня. Начинает двигаться наши, да, наши тренажер. Я опускаю руку сюда, опускаю руку, отвожу тренажер сюда. Теперь начинается движение, да, плавное движение сюда, движение сюда и выходит в это положение, да. Дальше идет движение вперед и по тренажеру она идет к плечу. Что это, обратите внимание, да, я специально сейчас тренажер показал, да, как нужно его делать неправильно, да. То есть, когда у нас ракетка, да, пересекает эту часть, видите, да, то есть этого не должно быть. Сейчас я подрежу его, да, и вы увидите, как он выглядит. Должен быть. То есть вот так не должно быть, иначе вы просто не сможете удалить. Вот видите, я его подрезал, да. Теперь он выглядит таким образом, да, мы сейчас хорошо видно, что продолжение тренажера моего, это продолжение моего предплечья, да. То есть тренажер находится на одном линии предплечья и локоть. Да, то есть если мы выполнили движение по типу федерара, да, развернули корпус, далее импульс движения натянули, согнув его, да, как лук выгибаем тренажер, да, и выстреливаем дальше движение. Движение у нас происходит таким образом, что локоть всегда соединен с предплечьями. Вот обратите внимание, что во всех ударах всех игроков, это линия локтей и линия правого предплечья, она очень четко соединяется, да. Когда произошел хлёст, да, и пошло движение в колечко, идет туда движение. Собственно говоря, поэтому так движение и выглядит, да, то есть у нас всегда соединяется линия, да. Теперь, допустим, посмотрим, как это выглядит при ударе по типу джоковича, да, джокович, если помните, у нас ракетку опускают, да, в таком положении. Дальше начинается опять-таки, да, движение растяжка, да, выгибание тренажера, да, движение сюда, разворот, положение кобра, да, то есть когда ракетка смотрит примерно параллельно, да, отсюда, переходит кобра, сюда, в это положение, да. И дальше идет движение вперед, да, то есть когда у нас вот эта линия между локтями, да, у меня она немножко смещена специально, чтобы можно было прямую линию, да, вывести вдоль тела, то есть не на локте, да, а чуть-чуть правее локтя, да. То есть если мы не сместим ее чуть дальше, то получим ее на локте, и тогда уже придется тренажер делать таким образом, да, более согнутым движением, да, дальше идет движение, естественно, сюда, да, то есть если как это выглядит, еще разочек движение, да, то есть раз, пошло движение здесь, да, раз, сюда, и выше положение сюда. Как выглядит удар по типу гонзальца, да, делаем движение наверх, ракетка уходит назад, да, опять-таки, да, мы как бы посадили себя, да, на вот эту ось, да, и теперь эта ось у нас, да, начинает занимать правильное положение, да, при этом левое предплечье, да, опускается вниз, удар наносится. Это положение, да, и здесь у меня наносится удар, положение, когда локоть, да, переходит сюда. Здесь очень важно, чтобы у нас вот эта часть левая рука и правая рука работали синхронно. Это происходит на самом деле во всех ударах, если вы внимательно наблюдаете за игроками, да, и вот у нас происходит движение, да. Ну, чем отличается положение Джоковича, да, от положения гонзальца. Джокович делает так, гонзальц делает так, да, вот, собственно, и все, да, ну, плюс еще перекос плеч, да. Дальше движение, да, как я уже говорил, что у нас движение гонзальца делается движение вот таким ускорением, да, то есть я так ускоряю движение. Движение сюда, ускоряется и уходит сюда, уже уходит под руку. Ну, помимо ударов с вращением, да, ну, еще можно показать удар по типу Судерлинга, да. То есть что делает Судерлинга, да, Судерлинга делает вообще простое движение, так же делает и Ваулинга, да, то есть опускает руку вниз, да, отгибает, старается согнуть 90 градусов сразу движение, да, выходит к точке удара, наносит плюс, опять-таки, примерно в плоскости левой руки, да, и это перед плечем, видите, да, или нет. Дальше предплечье у Судерлинга, в Аваренке опущено вниз, да, вот, дальше идет очень простое движение, да, вот такое, то есть напротив плеча идет движение. Раз, 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 да, ничего не мстился, да, вместо здесь у меня это много получается. Вот такое движение, простым ударом по типу Судерлинга. Да, ну, так же этим, на этом тренажере можно отрабатывать и удар по типу Судерлинга, да, как это не странно звучит, вот мы сделали удар по типу Судерлинга, да. Так, и ее движение сюда, раз, вот прекрасно у нас выходит линия локтей, предплечья и подмышки, да, то основное движение, с которого, собственно говоря, сам после, начиная движение, раз, потом идет движение наверх. Так что этот тренажер в некотором смысле универсальный, да, еще раз, как он у нас готовлен, это гибкая, да, трубочка, как вы видели ее, да, здесь мы ее просто фиксируем для того, чтобы у нас был упор. Упор, вот, и подвижное, да, подвижное колечко на подлокотнике. А что еще важно понимать, да, тренажер будет достаточно индивидуальный. Если у вас, скажем, есть ребенок, да, то этот тренажер надо подлиннее делать непосредственно под него, да, вот, потому что, собственно говоря, вот эти все соотношения, они должны быть сделаны под него. Соответственно, если у вас несколько человек, то придется несколько трубочек делать просто. Ну, в общем, на этом все. Желаю удачи специально для GT.